Студия Bethesda поведала игровому сообществу новые подробности о Fallout 76. Вы станете первым из тех, кого выпустили из убежища 76 спустя 20 лет заточения. Новая игра является симулятором выживания, играть в который можно будет как онлайн, так и в одиночку. В основе игрового сюжета Fallout 76 будет лежать строительство убежища, вылазки для добычи материалов, а также сражения с монстрами. При этом можно играть одному, хоть это и сложнее, чем в компании товарищей, но все же эффективнее будет скооперироваться с другими игроками. Как уже было сказано ранее, мир Fallout 76 будет в 4 раза больше Fallout 4. Особенностью данного убежища стало то, что именно его жители призваны были быть первыми, кто стал бы заселять и отстраивать Америку. Всего в Fallout 76 6 полностью независимых регионов, каждый из которых отличается архитектурой, а также набором монстров и дополнительных заданий. Нам показали игровой процесс новинки, который во многом напоминает своего предшественника. Главный герой припозднился и выбрался на поверхность уже после того, как все остальные ушли. Снаружи вас ждут красивые яркие локации, оснащенные новым рендерингом, монстрами и во многих отношениях более яркими, нежели предыдущие части. Вы сможете попасть в 6 различных областей, каждый из которых имеет свою собственную историю. И да, нас ждет ММО проект. Конечно, нас ждет открытый мир, где необходимо выживать, строить себе жилища, сражаться с ленивцами-мутантами и много еще чего, что порой очень сложно сделать без верных союзников. Смерть персонажа не будет критичной, а сам герой не привязан к какому-либо серверу. Вы сможете присоединяться к друзьям и при этом сохранять прогресс своей игры. Разработчики хотят побуждать пользователей исследовать мир в поисках приключений. Важной частью проекта станут расширенные возможности строительства из Fallout 4. Поселение теперь можно сделать в любой точке на карте. Его же можно перенести в любое другое место. А еще на карте находится несколько точек для запуска ядерной ракеты. Чтобы запустить боеголовку, предстоит найти коды запуска. Игроки могут быть не только дружелюбными, но и агрессивными. В любом случае, это обещает быть очень веселым времяпрепровождением. Кстати, свои достижения на фоне поверженных врагов можно запечатлеть при помощи фоторежима, а в свободное время захватывать ядерные боеголовки и устраивать локальный армагеде с противником. Bethesda отмечает, что карта в новой игре будет в 4 раза больше карты Fallout 4. На ней игрокам предложат большое количество разнообразных локаций, а также монстров и прочих противников. У игроков также будет возможность убивать друг друга, но в Bethesda отмечает, что не стоит этим увлекаться, так как за вашу голову могут назначить крупное вознаграждение. Нас ждет игра-сервис, который будут поддерживать очень долгое время. Релиз Fallout 76 назначен на 14 ноября 2018 года, при этом пройдет бета-тестирование игры. Также компания Bethesda поделилась своими планами на будущее. Были представлены сразу два новых проекта, которые на данный момент находятся в разработке. Первым стал ожидаемый многими тайтл Starfield, в нем вас ждет космическая тематика, однако придется запастись терпением. Пока нам показали лишь небольшой тизер и не сообщили никаких подробностей. Также разработчики представили короткий тизер The Elder Scrolls VI, о котором вообще ничего не известно. И судя по всему, игра появится не скоро и на новом поколении консолей. А вы ждете Fallout 76 и The Elder Scrolls VI? Делитесь своим мнением от увиденного в комментариях. Также не забывайте ставить большой палец вверх, подписываться на наш канал и заходить за информацией на наш сайт xgamesdefistv.com. До скорой встречи на XGames Game TV. Играйте и смотрите вместе с нами!